коллеги добрый вечер всем рад всех приветствовать на нашем семинаре по биомеханике и сегодня с докладом выступит павел владиславович большаков представляющий казанский федеральный университет город казань и тема доклада методы проектирования конструкций изготавливаем с помощью агитивных технологий владиславович слышите меня да 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 все слышно пожалуйста вам здравствуйте меня зовут павел большков темы его докладами это проективных конструкций изготовленных с помощью агитивных технологий часто при при проектировании изделий с помощью тина производства в работах структуру разделяет на два типа как пористая структура и решетчатая структура упористой структуры элементарной ячейкой выступает куб с порой у решетчатой же структуры элементарная ячейка это набор замкнутых линий в один объем проводится исследование как нахождение оптимальной элементарной ячейки определение ее физико-механического свойства и чаще всего распределение по всему объему является регулярно элементарной ячейки данная же работа посвящена нерегулярному распределению элементарных ячеек по всему объему конструкций ранее перед нами стояла задача проектирования эндопротеза части ножки кролика сам эндопротез состоит из набора блоков соединенных в продольном направлении а блок в свою очередь состоит из элементарной ячейки в качестве элементарной ячейки выступает гексагональная бипирамида но прежде чем начать проектирование эндопротеза необходимо определить функции влияния элементарной ячейки в зависимости от ее геометрических размеров для дальнейшего проектирования вот перед вами представлена элементарная ячейка линейная постановка задачи элементарная ячейка гексагональная бипирамида описывается безразмерным параметром лямбда отношением длины элементарной ячейки к радиусу описанной окружности также приведена получает сходимость сетки где количество элементов где n это количество элементов на одном ребре бипирамиды в данном в данных расчетах было количество элементов равнялось 50 сама для получения самой функции влияния были численные эксперименты проведены на изгиб при единичной нагрузке получается два изгиба и на сжатие сразу стоит отметить это порядок напряжений получается когда у нас при изгибе у нас 113 122 мегапаскаля возникает при сжатии же 2,15 мегапаскалей и таким образом получены функции влияния в зависимости от максимального напряжения и размера безразмер и безразмерного параметра лямбда так у нас при увеличении безразмерного параметра лямбда при изгибе напряжение увеличивается при уже нажатия уменьшается напряжение в зависимости от параметра лямбда итак сама постановка задачи нашего эндопротеза как ранее говорилось эндопротез состоит из блоков их у нас 10 сама задача мы считаем половинку эндопротеза потому что симметричные нагрузки что с левого что с правого конца представлены физические и физико-механические свойства материалов эндопротеза количество элементарных ячеек в одном блоке составляет 6 итак первоначальной конструкции будем считать конструкцию которая безразмерный параметр лямбда у блока равняется единички максимальное напряжение по месяцу ставил 155 мегапаскаль нормальное напряжение в каждом из блоков представлено в табличке под легендой эндопротеза и также было рассмотрены узлы в которых узлы граничных условий на которых узлы на которых были граничные условия и получалось то что осевая реакция в данных узлах в 100 раз больше чем перерезающие вставляющие что тоже когда функции влияния мы получали стоит учитывать и сам алгоритм проектирование решетчатые структуры его разделили на два этапа первый этап это уменьшение максимальных напряжений данный алгоритм у нас после задачи напряжен деформированное состояние исходной конструкции определяет максимальное напряжение каждому из блоков затем зависимости от функции влияний она определяет стоит ли увеличивать нам блок или уменьшать после того как мы ну данный процесс итерационный после завершения традиционного процесса у нас включается второй этап проектирования на нем он нацелен на облегчение конструкции то есть у нас мало нагруженные ребра у эндопротеза должны удаляться для этого мы вводим предельное по порогу и точнее пороговое напряжение затем каждое ребро высчитываем каждого ребра максимальное напряжение сравниваем его с пороговым и в если она меньше порогово то мы удаляем это ребро и так после первой части алгоритма мы достигли то что наше максимальное напряжение по мисс составляет 87 мега паскаль приведены справа табличка с нормальным напряжением с номером блока и с безразмерным параметром лямбда затем данные параметры лямба были округлены ну точнее округлены стандартизированы но так чтобы исходная геометрия длина эндопротеза у нас сохранялась после стандартизации такой наше напряжение составили 72 мега паскаля что уже в два раза меньше чем у конструкции с безразмерным параметром лямбда равном единички после второй части алгоритм проектирования решетчатой структуры получили тоже набор результатов само пороговое значение у нас изменялось от двух процентов предела текучести до четырех предел до четырех процентов предела текучести тут уже видно то что мы при увеличении порогового значения наше напряжение возрастает но и количество линий становится гораздо меньше была определена диаграмма пар это для всех случаев и наиболее удачные у нас оказалась конструкция когда пороговое значение наше равняет 17 мега паскаль таким образом наше напряжение они остаются такими же как у первоначальной конструкции но количество уже самих ребер у эндопротеза уменьшилось на 30 процентов на 28 и 7 десятых процента затем мы произвели данные эндопротезы ну точнее произвели только один который с первоначальной конструкции при лямбда равняется единичка так как мы все это изготавливать с помощью адъективных технологий и мы можем варьировать расположение нашей модели относительно стола мы получается делали 4 вида 4 угла точнее при котором будет печататься то есть при первом у нас наш эндопротез стоял 45 градусов относительно стола 90 градусов вертикально стоит 0 горизонтально так получается у нас при 45 градусов у нас все хорошо напечаталось но при 90 при 0 при 60 уже 3d принтер не осилил что не осилил саму процедуру производства и затем были проведены клинические исследования под кожу кролика помещался эндопротез и результаты показали то что рост костной ткани через эндопротез он ничем не хуже чем контрольных чем у контрольного вида животных затем данный алгоритм мы захотели обобщить уже на пористую структуру продемонстрирована постановка задачи в качестве модельной задачи рассмотрена балка под действием кинетической нагрузки суть сводится к тому то что нам необходимо определить такой тензор упругих кастан который сводит наше максимальное напряжение к минимуму но для начала нам необходимо определить рабочую зону нашей модели голубым цветом это вот как раз таки проектируемая часть нас отмечена зелененьким это которая будет оставаться неизменным то есть она служит как каркас в качестве элементарной ячейки как говорилось выбран куб с порой он описывается двумя безразмерными параметрами эллипсичностью бета и относительным размером поры лямбда ну а также и самой пористостью естественно для определения эффективных механических свойств было проведено 3 эксперимента на одноосное сжатие 3 эксперимента на сдвиг таким образом мы получили вот такой полином который нам характеризует наш тензор упругих константов с помощью которого потом можем вводить безразмерные параметры и получать эффективные механические характеристики сам алгоритм распределение пористых пор по образцу у нас создается следующим образом после решения напряженного деформированного состояния мы у каждого элемента определяем максимальное напряжение главное напряжение и вектор и но их направление затем определяем все параметры разумно относительный размер порой эллипсичность по формулам определяем пористость а определяем соответственно механические характеристики в соответствии с полиномом и задаем их к элементу затем мы еще и ориентируем элемент вдоль главных направлений получили структуру на верху видите это относительный размер поры распределения распределение эллипсичности то есть где синий у нас цвет это у нас эллипсичность маленькая мы получаем иглу и красная сфер восстановленную геометрию а также пористость по всему образцу для сплошного образца это где нет упор в зоне действия нагрузки возникал напряжение 210 мегапаскаль в зоне граничных условий 160-200 мегапаскаль и уже вот на наш спроектированная конструкция так как мы у нас есть два варианта расчета первое это мы где задаем механические характеристики каждому элементу это вот наверху у нас рисунок и ниже как раз прямое моделирование пор то есть мы прямым мы смоделировали разбили наконец-то элементную сетку и запустили количественные качественная оценка показывает хорошие результаты и так только вот получается да и концентратор возникают в некоторых местах при прямом моделировании и все затем мы опять же напечатали образцы так как мы можем печатать у нас на столе под разными углами мы выбрали 2 и получается когда у нас поперек балки печатает и вдоль балки поперечное направление печатает данные образцы были помещены в компьютерный тонок томограф и испытаны при при продольном направлении у нас образец ломался за счет нормальных напряжений при поперечном уже из-за касательных напряжений происходило разрушение и вот тут то у нас результаты эксперимента поперечное направление печати показала наиболее лучшую максимальную силу 1800 ньютонов однако при продольном направлении печати наш образец стал более жестким и нагрузка максимальная уменьшилась до 6 и 4 килоньютонов затем затем мы решили перейти уже вот от такой пористой структуры к более сложные напоминающие губчатую кость вот такой структуры для этого у нас уже есть наша расчетная сетка и есть параметры структуры такие как эллиптичность и пористность нам уже этого достаточно затем мы данные пара и вектора эллиптичности да вот про него и вектор эллиптичности у нас еще и затем мы эти параметры интерполируем на более густую сетку затем кластеризуем все кластеризуем о пористости и запускаем наш алгоритм который у нас за счет эллиптичности вектор эллиптичности будет изменять структуру данный алгоритм выглядит вот так сейчас будем объяснять и так у нас есть кластер 5 на 5 в центр кластера у нас закрашивается наш элемент у данного элемента есть своя эллиптичность и и вектор эллиптичности вектор эллиптичности направлен вот у нас сейчас направо суть идеи сводит том то что каждому граничащему элементу мы присваиваем веса если элементы направлены если вектор направлен вдоль элементов которые вот ближе к ним добавлю и к ним добавляется вес единичка перпендикулярном 0 5 и остальным присваивается данное значение данный процесс происходит до тех пор пока без какого-либо элемента не будет превышать 3 то есть мы три раза проводим данную процедуру красные элементы у нас становятся строчкой когда они становятся строчкой данные элементы закрашиваются и уже с этими тремя элементами мы работаем дальше дальше они работают аналогичный как и первому сначала идет первый он опять сдает веса каждому элементу потом переходим на второй элемент второй элемент у него есть свой вектор своя эллиптичность и уже зависимости от своего вектор от своего эллиптичность он сдает граничным элементам такие же веса данный процесс происходит до тех пор пока у нас количество закрашенных элементов деленное на количество элементов всего кластере не будет стремиться к кластеру у которого есть своя пористость и так и так проверка алгоритма для проверки алгоритма была решена задача где у нас есть 12 кластеров у каждого кластера своя пористость своя эллиптичность и и было решено три задачи при разных углах эллиптичности ошибка составляла 0,0 максимальная ошибка составила 0,8 процентов наиболее плохими результатами у нас оказались уже поры которые были в девятом кластере и у которых пористость соответствовала 0,1 а эллиптичность единички данная проблема возникает из-за того то что у нас слишком грубая сетка если мы и будем больше мельчить сетку тем самым мы сделаем более качественнее саму пору и и так сами результаты которые мы получили это вот наша как раз таки балочка распределения пористости ниже представлена кластеризация по пористости и представлен сам результат после структурного проектирования было решено взять три образца с количеством с количеством кластеров 100 75 и 50 напряжение в каждых из образцов численно уменьшились то 7 но в районе 170 мегапаскаль пористость у них составляет от 21 с половиной до 28 процентов пористости также стоит отметить наличие концентраторов напряжений возникающих в конструкции по жесткости данные образцы остались такими же и данные образцы были произведены с помощью фотополимерного принтера при проведении экспериментов образец который был сплошной он имел свойство крошиться а спроектированные конструкции ломались за счет трещина образования сначала возникала маленькая трещина и потом образец разрушался результаты экспериментов получается за счет того то что у нас появлялись трещины наши образцы в два раза примерно хуже держали максимальную нагрузку однако это можно тоже еще сделать исследование по постобработке образцов допустим так как мы печатаем все на это но примерно принтере можно какие-то ультрафиолетовые делать ванночки для образцов что они будут как себя поведет тоже надо смотреть данным результатом все спасибо большое за внимание жду ваших вопросов спасибо вопросы пожалуйста можно вопрос добрый вечер добрый вечер у меня несколько вопросов значит я так понял что вот последние топористые образцы они из полимерных материалов а вот первые сетчатые они из чего сделаны первые сетчатые это аналог медстали для 3d принтеров сейчас скажу 17 дробь 4 ph а ну что то это нержавеющие стали так далее да тогда по этому поводу вот вопрос значит вы говорили что у вас можно поперечь напечатать или это только относится к пористым образцам нет здесь получается здесь был вопрос в подпорках то есть мы же можем его печатать при разных углах ну это я понимаю нет вот смотрите вот как происходит со сталью как-то более знакомо вот вы начинаете печатать с какого-то края да 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 вот значит наплавляется сколько долей миллиметра на плана наплавляется на каждом этапе так ноль целых ноль один миллиметр вроде бы вот для для стали и вот это вот вся эта ваша конструкция идет 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 как контролируется однородность свойств вот при этом печатание вот он становится больше у них разная температура да да она не состыл правый еще разогрет ведь там идет формирование некой структуры в каждой балочки до составляет так это как-то контролируется нет мы не смотрели уже под микроскопом там как вообще порист я понимаю чем вы потому что у нас равно внутри будут появляться какие-то микропоры но мы это не рассматривали дело не в порах там идет ориентация каких-то зерен перлит мартенсит я условно говорю я ведь не знаю вот скажите но ведь обычно для получения каких-то однородных свойств проводится там режимы термообработки и прочего это ничего не делалось нет этого ничего не делалось а как вы считаете это следует этим заниматься или это не нужно я это конечно следует да следует конечно этим заниматься и смотреть но у нас возможности таких к сожалению не было у нас вам наверное надо подключить у вас же мощная организация научная и учебная можно же подключить металловедов и прочее то есть это вам позволит эту конструкцию работать в более простых условиях но это так в качестве пожелания вот теперь еще по этому поводу вопрос значит на выявить оптимизируете вот эту все решетку да будем ее так называть по минимальному весу да так нет мы оптимизацию не делаем вот именно то что делаем и проектируем нас никакой целевой функции нету да как же вы же убираете часть этих чтобы максимальное напряжение что-то там с ними было все равно какой-то алгоритм идет итерационный ну да вот чтобы вы убрали часть конструкции и вы ее облегчаете так ведь нет это его вы пористое показали вот значит это я про начало я не помню номер там не в этом дело крыть пожалуйста а вот как вы оптимизируете вы ведь нагружаете какими-то стандартными механическими напряженными состояниями там изгиб сжатие растяжения в каких-то направлениях и все да ну да мы просто берем балку и изгиб смотрим я понимаю скажите пожалуйста но вы ведь проектируете не просто какое-то изделие да вы не кажется ли вам правильным сначала решить задачу о величинах и видах функциональной нагрузкой а вот потом оптимизировать количество ребер убирать их или добавлять коры в зависимости от того чтобы это так сказать несущая способность этой конструкции соответствовала функциональной нагрузки я понял да но мы изначально берем то что у нас одна элементарная ячейка и когда то есть вот на вот этапе как раз таки второго алгоритма мы же уже удаляем то есть алгоритм то есть вы по минимуму веса все равно здесь работаете облегченная конструкция можно сказать ну ну а может быть нужно ограничение еще ввести в эту задачу при этом так сказать какие-то напряжения функциональные должны так сказать не меняться это я понимаю что это расчеты усложняет но у вас наверное решение получится другим вам не кажется но нет решение другой конечно будет этот алгоритм неустойчив если ну да то есть нет я понимаю что это задача будущего что все сразу в одной работе не сделаешь но мне кажется что это было бы полезно теперь по поводу пористости вот я все-таки поясните пожалуйста а как вот вы эту вот у вас есть вектор олимптичности это же как вы его ввели что это такое ну вектор олимптичности это вот вот у нас направление большое да 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 направление ну да какой-то директор да понятно скажите пожалуйста а вы не пробовали менять ориентацию этого вектора то есть какую-то оптимизационную задачу решать изменили ориентацию этих пор понял да мы получается их направляли по главным напряжением потом решили еще посмотреть задачу когда мы направляем их по наименьшим и вот там уже возникало проблема да ну не проблема там какие-то у нас образцы были такими же какие-то чуть-чуть отличались и уже получалось понятно и вот к этому вопросу еще один вопрос ведь вся эта конструкция анизотропная да 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 вот а как вы нет здесь никаких предположений параметрах анизотропии там ортотропии или еще чего-нибудь притягивать нельзя потому что она носит достаточно конечно какой-то разноориентированный характер да то есть это какая-то общая анизотропия там же очень много констант у нас анизотропии возникает что то пор да конечно за счет пор их различная ориентация да да вот и тип анизотропии то вы ведь не можете установить из-за их разориентированности да вот и поэтому константа там я уж даже не знаю но не 81 конечно но значительно больше чем например 9 у эртотропного материала как вы с этим вопросом то обходитесь ну вот как раз таки и делаем эксперименты на если у элементарной ячейки как раз таки проводим эксперименты численные так так вот какого типа этот тензор то получился свойств есть какие-то анизотропные закономерности вы его аппроксимировали так может быть этот поленом следует исследовать по количеству упругих констант которые вы можете ожидать вот этих констант я в том смысле этих констант достаточно этих да достаточно для описания эти структуры а как вы это определили а если взять больше мы строили поленом да может быть варьировать степень поленома и остановиться тогда когда они перестают влиять на напряженное состояние мы вообще сначала строили графики по всем этим экспериментам и их аппроксимировали и какая лучше была точность такую взять понятно то есть этим вопросом вы ну вот вам хватило этой точности да и вы так делали я ну что спасибо у меня вопрос исчерпан и я что хочу сказать что работа мне вашего очень понравилась и видны в ней перспективы развития в различных направлениях особенно мне кажется что вот по поводу если металлическая конструкция то по моему надо бы заняться исследованием однородности терен во всех ребрах вот их величины и так далее для этого надо просто привлечь специалистов к этому металловедов вот и второе конечно в качестве критерия это облегчение конструкции использовать ограничения на величины и вид функциональной нагрузки а так спасибо спасибо вам спасибо так есть вопросик в чат от юрия ладимировича кулича как устанавливать сетчатый резьбовой фиксатор в кость закрутить его в кость без разрушения проблематично здесь в данной работе только рассматривается вот рабочая зона краски эндопротеза как вот его крепить и уже это еще не рассматривалось вообще это как бы именно силовая часть рассматриваются ответить вопрос ну будем надеяться что да знаю или вы думаешь может написать в чатике пожалуйста еще если есть вопросы так ну ладно когда пока может быть кто-то думает я еще тоже задам можно слайд 6 открыть вот ошибка моя я записывал вот с элементарной ячейки можете прояснить следующий где цветные вот эти были пирамидки нет 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 элементарный объем элементарная ячейка вот просто пролистнули вот обратно обратно где цветная картинка с элементарной с пирамидской и надежка смотрите вот здесь первый вопрос зачем вообще считать элементарный объем и 2 здесь было бы уместно показать какие граничные условия поскольку это вот граничные условия опять же используйте ну граничный в качестве граничных условий у нас здесь заделка идет по узлу и вот тут идет нагрузка у нас а для чего это чтобы нам как раз таки и определить функции влияния чтобы узнать наш элементарный ячейка как работает больше на сжатие на изгиб и потом в соответствии с работой нашего наш конструкции мы как раз таки и подбираем то есть мы смотрим напряжение в блоке мы посмотрели функции влияния мы посмотрели в блоке какие нагрузки возникают и потом уже начинаем варьировать функция влияния это зависимость напряжение от безразмерного параметра элементарные ячейки то есть вот здесь где два с половиной у нас элементарные ячейки учатся для вытемте а когда 0.25 наше лямбда на утка сплющенные получаются надо картин смотрите тут лучше зайти во первых реально граничные условия как выкладывается нагрузка чтобы просто было визуальнее понятнее и потом вы я так понимаю строите зависимость предложили нагрузку получили мдс поставили точечку приложили другую поставили точечку и соответственно у вас получаются вот виды кривых можно где вернуть делать и функцию то есть и соответственно у вас получаются зависимости да которые вы потом аппроксимируйте то есть помощью лямбда то есть лямбда это отношение высоты высоты ширине длины аж я понял и соответственно вот у вас получаем получились вот эти функции и дальше что вы с этими функциями то с а дальше мы уже будут на этапе проектирования мы как раз таки чтобы подобрать лямбду ну чтобы даже не подобрать чтобы знать в какое нам идти направление нам надо увеличивать лямбду или уменьшать нам надо определить нам надо ее увеличить сначала вот допустим первого блока надо ее увеличить или уменьшить но здесь еще и встает задача того то что мы когда где-то увеличили значит нам где-то надо уменьшить чтобы сохранить общую длину эндопротезы а с чем связано кстати вот именно 10 блоков 10 блоков а это по техническому заданию вроде бы так было то есть так ты их 20 то что мы считаем половин конструкции вот их 10 понятно а вот дальше был вопросик вот вы когда показывали диаграмму паретта угу вы сказали что вот у вас получилось что оптимальная конструкция где 17 мегапаскаля да вот я к сожалению не вижу почему ну вот она вот 17 мы получаем я вижу что 17 но внизу напряжение а наверху количество как раз таки ребер конструкции и наше напряжение вот она облегченный ромбик синий конструкция она получилась наше напряжение чуть меньше чем у первоначальный то есть а уже количество ребер у нас существенно меньше их стало то есть мы смотрели относительно первоначальный просто поэтому так и ну а вот 16 примерно же тоже меньше 16 да там примерно то же самое напряжение но количество ребер больше у нее ну относительно 17 ну и такой субъективный здесь этот выбор вот больше так сказать ну мне кажется как то вот такая штука что тут лучше как раз таки когда мы говорим про критерий лучше чтобы он был каким-то вообще объективизированным ну и да я понял например вот подумать подумать вот в этом направлении тоже а дальше вопросик 15 слайд 15 слайд вот формула нет предыдущий вот откуда взялась вот эта формула по упругим константам ну это вот мы аппроксимировали получается мы все результаты сделали определили у всех допустим сначала первый модуль упругости мы построили график относительно лямбда и бета и получается его аппроксимировали не получилась вот такая вот аппроксимировали да ну то есть это это аппроксимация где точность считает чуть больше трех процентов там все равно при пуассоне там таких аппроксимации не получалось когда мы делаем то есть там пуассоне и а пуассоне он сильно большие ошибки были но это при малых когда пуассоне у нас возникал когда маленькое число там где-то одна десяти тысячная по осон когда выходил такой сейчас я просто пытаюсь вот посмотреть по значениям c потому что вот если говорить про лямбда и бета то я думаю что здесь вот этот многочлен он может быть короче просто дальше смотрю про по величинам c цешек насколько например если мы с какими-то слагаемыми можем пожертвовать насколько это будет чувствительно для для результатов ну я понял ну тут просто подумать то сейчас сходу не скажешь но тут вот потому что когда такой большой многочлен и причем порядок да что бета в квадрате там лямбда ну то есть тут надо тоже посмотреть вот дальше вот про ломающиеся про ломающиеся детали они пробовали кстати это протез ну где вот да вот здесь попробовать ну что же есть разные виды печати соответственно я думаю наверняка вот есть какие-то скажем так технологии которые позволят напечатать безболезненные 90 0 или 60 во сколько у вас там принтер какой да здесь вопрос же наверное да здесь вот характеристики самого 3d принтера его разрешающие потому что это же вас ограничивает то есть вы можете только скажем так ограниченные именно 45 градусами интеграции а это это из пластмассы да это пластмассовая нет это сталь это из стали это из стали выглядит очень выглядит как прям как пластик потому что я это видел такие вот пластиковые или это просто для здесь качество фотографии еще желает лучшего а так это сталь а пластиковые которые вот они просто для тренировки пластиковые да это просто отработка методики в дальнейшем то есть но чтобы нам получить металлический нам надо идти в другой институт их упрашивать и еще ну опять же это время когда они смогут а пластиковые у нас здесь мы взяли сразу его что-то сделали закинули и делаем но в кролика в кролик это металл в кролика металл да дальше вот 19 слайд 19 слайд 19 слайд 19 слайд просто да и вот так нажать да вот то есть тут сразу видно просто невооруженным глазом на верхней картине пластинки вам надо сделать погуще сетку чтобы у вас более гладкие были а вот тут то это тут если мы будем густить сетку то мы же как предполагаем мы предполагаем то что наш один наш элемент который в конструкции ну конечно элементный сет это и есть наша базовая ячейка то есть если мы будем уменьшать сетку густеть то он станет слишком мелкие поры а когда слишком мелкие поры будут то уже мы не сможем напечатать именно у нас наша решающая способность 3d принтер она не даст вот когда это же из АБС пластика уже было у нас там был сопло 0,2 и мы попытались сначала мелкие делать но мелкие вообще-то ну то есть пластик начинает течь он попадает в поры и уже там вообще не видно ничего ага и вот тогда последний вопрос от меня где когда вы брали сигма оптимальные процент от предела текучести опять же с чем это было связано это сами взяли просто как от 2 до 4 процентов интервал чтобы это не особо сильно било по несущим свойствам то есть если мы взяли бы больше было бы ну он просто бы удалял бы там 80-70 процентов конструкции а при уже при маленькой слишком то он уже мало чем удаляет в принципе поэтому и взяли вот этот промежуток чтобы он находился и все там это получается 4 процента вот 500 а если 20 паскаль а при пяти при шести он уже это он уже много удаляет ребер внутри и там напряжение просто уже улетают за предельные ну за пределы текучести мы не смотрим уже то есть смысл смотреть если оно уже это сломалось просто на самом деле вот эти тоже вот можно слайды было поставить просто интересно как раз посмотреть это как знаете как в фильмах Джеки Чана в конце не до 60 это было бы более наглядно то есть как раз именно посмотреть да что например при одном проценте это работает не так как надо а при пяти это работает не так как надо уже в другом направлении понятно хорошо Юрий Владимирович в режиме наушников он поднял руку вот написал еще комментарий а почему здесь животные а ну это изначально он планировался выживление в кролика и поэтому проводили вот это исследование гистологии гистологии не гистологии как называется я уже забыл морфологический анализ просто как будет рост костной ткани у нас происходить через эндопротез то есть опять же здесь встает вопрос о даже о размере самой ячейки потому что предполагается то что внутри будет какой-то кост материал который будет сопутствовать заживлению и опять же это ну если мы сильно сделаем ее маленькой то туда уже ничего не попадет и соответственно мы уже не узнаем наша костная ткань там зажила или нет вот такие работы я понял Юрий Викторович Юрий Владимирович подняли руку но вы в режиме наушников если у вас есть какой-то вопрос вы отключитесь пожалуйста в режим микрофона ну Олег Рустамович добрый вечер два вопроса один такой наверное маленький простой вы говорили что вот этот протез который получили вы под кожу и там вроде бы на фоне ребер а как там костная ткань может прорасти если на фоне ребер вот под кожу просто вы внедрили его куда почему она там будет прорастать честно скажу вот с исследованиями у нас с этими были трудности и нам вот как написали на бумажке то что рост костной ткани есть а как куда это в спинку куда-то засовывали его и там смотрели вот с этим я вот извините но я уже я могу уточнить просто так картинка не очень понятно у меня другой вопрос скажите пожалуйста вашу конструкцию можно получить только на вашем 3d принтере или можно разными принтерами и разными технологиями получить вот такую же сетчатую конструкцию да на разных потому что в принципе сами модельки есть на разных 3d принтерах можно это делать тогда у меня вопрос перекликается с вопросами Виктора Моисеевича когда он разговаривал говорю вам про свойства получается после того как вы ее изготовили направляли там по 0,01 мм у вас каждый раз разные условия охлаждения ну и соответственно плавление и когда если вы не проводите потом операции типа отпуска у вас ну разные остатки прижимы могут быть внутри конструкции нет почему нет не 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 я ничего нет я говорю да 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 а если они разные то получается когда вы проводите серию экспериментов то вы проводите эксперименты конкретно для конструкции полученной на вашем принтере потому что у них успех изначально разные начальные напряжения могут быть раз не отпущено ничего ну я понял и получается что результаты ну вроде как не имеют общности для вашей да наверное правильно а получили чуть при другом режиме там быстрее направляли или быстрее остужали или еще что-нибудь в таком духе и там может быть другие результаты вот не задумывались над этим нет потому что мы это года наверное 4 назад делали и вот мы хотели чтобы нам напечатали как раз таки уже вот вот эти спроектированные все конструкции и мы чтобы их сломали но у нас не получилось договориться к сожалению а там как раз таки можно было бы и посмотреть вот если мы допустим даже тот же самый угол меняем если удастся как-то напечатать вот там подпорки бы не ломались уже тоже интересно потому что даже направление печати уже дает какой-то ну разные результаты так конечно то что свойства разные получаются да ну понял ну вообще было бы интересно чтобы это рассмотрели спасибо спасибо я просто вот тоже некоторые комменты на самом деле есть тоже достаточно большое количество статей которые в которых изучаются изучаются влияние ну вот процессы да на механические свойства то есть вот просто надо эти статьи поднять сделать хороший может быть поиск такой литературный ну и тоже на своего на своих этих потестировать у вас есть по-моему да я вспомню машина для растяжения да 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 то есть попробовать тоже сделать это вот тоже очень красивый слайд допустим напечатали спори таком режиме напечатали при таком режиме и посмотреть действительно как механика механические свойства но я думаю что если приблизительно технологии печати технологии печати одинаковы то есть например вот у вас стоит 3d принтер он SLM да и у нас SLM если вы будете печатать мы будем печатать примерно свойство будет те же самые ну и плюс надо посмотреть а вообще как ну то есть вот какие нагрузки именно он испытывает именно в космосе этого кролика все за тоже тоже вопрос можно как раз продолжение вашего вопроса пожалуйста вот вы в самом начале сказали что есть вот такая оптимальная ячейка вот что вы под этим понимаете элементарная ячейка ну да 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 вот вы про нее говорили что вот вы ищете вот эту оптимальную вот оптимальность в чем здесь заключается я говорил то что многие исследования нацелены на определение вот такой оптимальной как раз таки ячейки если у нас допустим конструкция работает ну при каких-то эксплуатационных нагрузках что делают берут одну ячейку допустим ну на примере вот даже вот этой решетчатой структуры я ее нагрузил посмотрел сказал ага мне надо допустим увеличить я увеличил люди ну варьируют саму элементарную ячейку какую-либо форму ее и определяют оптимальную но именно вот эта сама элементарная ячейка она регулярная по всему объему а оптимальность по какому по какой величине смотрится ну это уже наверное кто у кого какие цели преследуют у кого-то ну вот как раз в продолжении этого вот тоже у вас а вы когда говорите там про парэто оптимизацию то есть у вас я так понял что есть два таких ключевых параметра это напряжение и количество вот этих ребер ну правильно я понимаю да и то есть вот ну по этим двум вы пытаетесь найти оптимальное количество чтобы их было как можно меньше а напряжение что было попадало в то что вы задали изначально так правильно ну я бы ну нет не совсем получается тоже как мы сначала определяли просто мы сначала добивались уменьшения напряжения и потом когда мы уменьшили напряжение мы такие что еще можно ну прикрутить данному алгоритму ага можно как-то уменьшить вес и вот уменьшили вес то есть тут изначально не было идеи вообще в принципе в оптимизации была идея проектирования то есть у нас не было цели задавать какую-то целевую функцию и минимизировать ну просто здесь когда вы говорите про проектирование да каких-то вот вот и причем конструкции сразу да то хочется верить что у нас есть условно говоря набор параметров ну то есть вот я знаю что мне нужно получить материал с определенными свойствами да или даже конструкцию целую с определенными свойствами да и то есть вот вы по этим свойствам сможете построить собственно говоря такую конструкцию там с помощью в данном случае вот 3d печати пористую да решетчатую нет угу хорошо спасибо спасибо еще может быть вопросы ну тогда благодарю докладчика за интересный доклад спасибо вам возможность выступить спасибо всегда будем рады снова видеть вас и ваших коллег на семинаре пожалуйста то есть у вас там команда команда большая все там в костюмах красивые так что пожалуйста милости просим всем большое спасибо за дискуссию за участие за вопросы тогда увидимся на следующей неделе всего доброго до свидания до свидания спасибо как до sought Продолжение следует...